Уважаемые президиумы, уважаемые коллеги, позвольте вам представить небольшой обзор о своеменном состоянии генной и клеточной терапии. Но, к сожалению, за прошедший год... Нормально слышно, да, меня? За прошедший год никакой там значимой эволюции не произошло, поэтому происходит масштабирование технологии, люди делятся какими-то новыми знаниями, поэтому в двух словах. Тема интересна просто тем, что Институт онкологии с будущего года планирует принимать участие в первом достаточно немного центровом, а то в центровом исследовании по изучению эффективности карты клеточной терапии у взрослых пациентов с резистентными лимфомами. Мы планируем в этом исследовании участвовать в Медицинском университете имени Павлова и в Центре имени Дмитрия Рогачева. По сути дела в области клеточной терапии это будет первое неудно-центровое исследование в России. Эра клеточной терапии достаточно долгая, она дает начало все-таки с исследований 40-х годов. Это классические работы Доннала Томаса, посвященные эффективности и первым попыткам использования трансплантации костного мозга при лечении целого яда заболеваний. Не только заболеваний кроветворения, но и других злокачественных образований. Результаты, конечно, были недостаточно эффективны. На сегодняшний момент, если их ретроспективно анализировать, они скорее были удручающие. Но, в общем, эти работы показали, что эта технология в принципе применима. На сегодняшний момент иммунотерапия, клеточная терапия, генная терапия, она состоит из нескольких уже понятных нам этапов. Это аллогенная трансплантация костного мозга, использование цитокинов в иммуноадаптивной терапии, адаптивная клеточная терапия, моноклональные антитела, чекпоинт, ингибиторы и карклеточная терапия. Наверное, о первых пяти позициях мы пробежимся вскользь. Я не буду есть чужой хлеб, там будет достаточное количество докладов и о современных противоопухолевых таргетных препаратах и о чекпоинт, ингибиторах. Поэтому сосредоточимся в основном на трансплантации, карклеточной терапии и первых попытках в использовании технологии модификации генома, которые, в принципе, хоть и в ДИИ еще не одобрены, но медицинским сообществом уже обсуждаются. Евгений Науч об этом уже говорил. Опять же, первые попытки – это Доналд Томас, иммуноадаптивная терапия – это профессор Кольп из Мюнхенского университета, который первый показал, что использование донорских лимфоцитов в лечении рецидивов хронического миололейкоза после трансплантации костного мозга значительно превосходит использование ингибиторов тиразинкеназ. Несмотря на появление новых противоопухолевых препаратов, все равно трансплантационная активность в Европе и по аллогенным, и по логичным трансплантациям продолжает нарастать. Безусловно, появляется какая-то надежда при появлении новых препаратов, что нам удастся отказаться от использования все-таки этой технологии, сопряженной с достаточно высоким риском для жизни. Но, опять же, вы видите, только в хроническом миололейкозе появление ингибиторов тиразинкеназ различных поколений повело к тому, что трансплантация костного мозга на ранних стадиях заболевания практически не применяется, ее использование снизилось в разы. Какие сейчас могут быть новые показания в связи с развитием иммунотерапии? В первую очередь, мы можем снизить дискуссию о снижении показаний для трансплантации костного мозга. Это появление новых противоопухолевых препаратов. Но есть и вопросы, связанные с необходимостью расширения показаний для трансплантации костного мозга. Это объясняется тем, что появляются клеточные генно-модифицированные продукты. Одним из них являются кармодифицированные Т-клетки. Это новое поколение противоопухолевых препаратов. Фактически это персонализированная медицинская помощь. То есть препарат персонализирован для одного какого-то конкретного пациента. Достаточно эффективная, но сложная технология. Какие преимущества? Это высокая специфичность, возможность использовать собственные клетки. Это живое лекарство. При использовании определенных методик получения карты клеток это длительная их циркуляция в организме. И возможность действительно получения потрясающих результатов уже после одного введения у пациентов из крайне не благополучных прогностических групп, где в принципе ожидаемая продолжительность жизни без использования этих технологий составляет до нескольких месяцев. Ну вот как выглядит и стоит появление карклеточной терапии в 2017, 2015, 2016 годы. Это в общем собственно прорыв и достаточно активное масштабирование не только в странах Западной Европы и Северной Америки, но на сегодняшний момент лидером является в общем по количеству проводимых клинических исследований по количеству центров является Китай, как ни странно. Ну вот на сегодняшний момент два клетчатых продукта уже зарегистрированы в FDA, то есть технология вышла за пределы просто клинических исследований, она уже доступна в клинике, единственное, что достаточно высокая стоимость и сложность воспроизведения. Две компании реализовали этот проект практически одновременно, это Наварти с препаратом Кинрая и Кайджилиот с препаратом Эскарта. Ну вы видите, там буквально два месяца между появлением этих продуктов произошло. Как же устроен кара рецептор? Да, распознающий домен и сигнальный домен. На сегодняшний момент уже есть рецепторы нескольких поколений, первого, второго и третьего. Поколения определяются количеством активирующих доменов. Есть мнение, что определенным образом это определяет более высокую специфичность. Но вот нет разницы на сегодняшний момент, к сожалению, в клинических исследованиях между препаратами второго и третьего поколений. Механизмы, собственно, внедрения, изменения структуры достаточно разные есть. Это можно и методы электропорации, аденовирусы, там есть ретро-лентивирусы. Но это в зависимости, так сказать, об ту центр, который этой технологией занимается. Там, собственно, КТМ-выбор является стоимость, стоимость масштабирования. И лимитирующим фактором все-таки является продолжительность циркуляции этих клеток. Поэтому, когда мы делаем ретро-вирусную или лентивирусную трансдукцию, то это достаточно долгая циркуляция клеток в организме. Если мы делаем это методом электропорации, то, к сожалению, клетки в организме содержатся ограниченное количество времени. Но, с другой стороны, это позволяет определенным образом управлять нежелательными явлениями. Технология достаточно проста на сегодняшний момент. Аферес, несколько этапов взаимодействия с клетками и получение конечно-клеточного продукта. Ну, вот, собственно, так это выглядит. Аферес, магнитная сепарация, трансфекция гена, там, любым из перечисленных способов. Контроль качества, ну, ключевой момент, по которому российские центры глобально не могут в этом участвовать, потому что не могут пройти контроль качества этого продукта. Ну, и введение этого продукта пациентам. Ну, вот, что касается клинических исследований, да, вот, на 2017 год, не делал апдейта, к сожалению. Ну, вот, вы видите, что ключевым игроком на этом рынке является все-таки Китай, да, 123 клинических исследований проходит одномоментно больше, чем даже в странах Северной Америки. Наиболее перспективная модель на сегодняшний день, это все-таки CD19. Это рецептор, который существует на всех этапах созаивания Б-клеток, поэтому, в принципе, возможно применение этих препаратов, ну, практически по всех видах Б-клеточного, опухолей. Достаточно много исследований было, вот, видите, первые там начались там в 2013 году, ограниченное количество пациентов, но это все-таки связано с тем, что технология не однодневная, она, в принципе, многонедельная. Пациенты, это, в общем, это пациенты с резистентными острыми лимфобластными лейкозами были действительно, где ожидаемая продолжительность жизни была ничтожна, и, в принципе, это была безальтернативная терапия, то есть никаких терапевтических подходов на сегодняшний момент, на тот момент эффективных уже не существовало, и вот обнадеживающие такие результаты, вы видите, то есть небольшое количество пациентов, но уже после единичных введений, однократных введений, частота полных ответов составила 100%, что, в принципе, не сравнимо ни с какими иными способами противоопухолевой терапии. Ну, вот эти два препарата на сегодняшний день зарегистрированы, они отличаются там в основном технологией трансфекции вируса. Два клинических исследования, да, вот компания Navartis провела клиническое исследование, очень показала высокую частоту общего ответа, видите, достаточно хорошие результаты, связанные с длительностью эмиссии. Но обычно у пациентов с резистентными острыми лимфобластными лейкозами, когда уже болезнь переходит в стадию резистентности, речи о получении вообще какой-либо эмиссии не идет. Это непрерывно прогрессирующее заболевание, приводящее к достаточно быстро ему фатальному исходу. Ну, здесь, в общем-то, все было сделано классически. Аферес, в это время пациенты получали противоопухолевую терапию, проводились манипуляции с клетками, которые в дальнейшем, собственно, инфузировали с пациентом. Противоопухолеэффективность, мы обсудили, была достаточно высокая. Что касается нежелательных явлений, то наиболее часто встречался цитокиновый синдром, цитокиновый шторм. Ну и дальше есть инфекция, неврологические осложнения, энтропиническая лихорадка и какие-то цитопении, которые к 28 дню не разрешились. Ну, основная проблема – это был цитокиновый шторм, но на сегодняшний момент там есть препараты, зарегистрированные для его лечения. Основные причины летальных исходов. Да, небольшой, было всего 97 пациентов, вы видите, да, собственно, они делятся на 30, и после 30 дней ранняя летальность, постинфузионная и после, ну, вы видите, да, собственно, от заболевания умерло небольшое количество пациентов, ранняя летальность – это 2%, собственно, это абсолютно эзистентная опухолепозная, летальность, соответственно, рецидивирование – 14%. Ну, и подобные исследования Ильяна, примерно с такими же результатами. В общем, это действительно на сегодняшний момент что-то такое несопоставимое, совершившее порыв в области лечения гематологических больных. Именно поэтому, вот мы, наверное, не можем говорить, что это лекарство на сегодняшний день, ну, как бы доступно для жителей Российской Федерации, но вот именно вот эти вот исследования, они являлись тем шагом, который заставил нас, в общем, в институте этой проблемы совместно с коллегами из университета имени Павлова и из института и детского центра имени Рогачева, в общем, оборудовать подобную лабораторию, провести там целые от установочных совещаний совместных, для того, чтобы с будущего года этот процесс инициировать. Но в основном на сегодняшний момент центр имени Рогачева использует эти технологии в лечении детей, мы решили, поскольку у нас в основном взрослая клиника и в университете Павлова достаточно большое взрослое отделение, и все-таки этот университет Павлова является международным лидером в области трансплантации костного мозга, мы решили начать этот проект на взрослых пациентах со злокачественными агассивными лимфомами, потому что это тоже отдельная терапевтика инициативическая проблема. Вот видите, да, что результаты потрясающие, полных ответов очень много, больше 70%, эффективность достаточно высокая, обсуждается вопрос о повторных использовании, осложнения при использовании того или иного препарата, они в принципе одинаковые, ведь это исходный механизм действия. И вот если говорить о попытках использования этих препаратов у пациентов со злокачественными агассивными лимфомами, ну вот вы видите, да, это тоже пациенты обреченные на летальный исход после уже одного введения CD19 карти, вы видите к 29 дню полный преднегативный ответ. В общем, можно сказать, что действительно эта терапия достаточно безопасна, есть попытки использования этих препаратов в присоленных на образованиях, но, к сожалению, очевидно, в силу биологических, целого ряда биологических особенностей подобных результатов получить на сегодняшний момент не удалось, поэтому на сегодня, сейчас основные все-таки таргеты это B-клеточные злокачественные новообразования, это острые лимфобластные лейкозы и диффузная B-клеточная и крупноклеточная лимфома. Есть попытки использования картии клеток при множественной меломе, это все-таки тоже B-клеточная опухоль при остром лейкозе и при токлеточных лимфомах. Но вот солидные новообразования пока стоят особняком а результатов подобных получить не удалось. Ну, безусловно, есть какие-то перспективы у этой технологии, в первую очередь использование различных клеток, использование иных каких-то иммуносупрессивных механизмов до введения этих клеток в поиск дополнительных молекул экспрессии. Но будем надеяться, что эти исследования там будут продолжаться, мы тоже определенным образом будем в них участвовать и удастся нам каким-то образом сделать и свой вклад в доступность этой помощи для жителей Российской Федерации. Ну, и теперь там несколько слов о редактировании генома. К сожалению, это в день не опруфт, поэтому это так находится в такой некой серой зоне. Но все равно Евгений Наумович сказал, что это тоже поделенная перспектива. В первую очередь, это действительно иммунодефицитные заболевания, тяжелые, наследственные. Ну, этого мальчика, наверное, многие знают, это мальчик с врожденным иммунодефицитом, он в этом шарике долгое время жил, потом ему сделали трансплантацию от сестры, но она была инфицирована Эпштейн-баром, и он умер, Эпштейн-бар, ассоциированный опухолью. Это было там давно, поэтому вот такие пациенты являются там одной из групп, которым потенциально это все может использоваться. Но тут есть клиническая проблема. генотерапия, это, в общем, их три, да, ну, какая там доставка, доставка и доставка вот этого материала. Ну, вот интересная модель, она такая, немножко стоит особняком, но, в принципе, учитывая то, что таких пациентов становится все больше, это ВИЧи и злокачественные новообразования, да, что выявлен в 96-м году был ген резистентности к ВИЧу, то есть пациенты, имеющие его, они невосприимчивы к вирусу, да, это CCR5, дельта 32. И есть его определенная эпидемиология, на самом деле, да, была проведена, что наибольшая частота пациентов с этим геном, она находится в странах Северной Европы. И вот один из механизмов, каким образом обсуждаются, по крайней мере, клинические исследования по реализации этого проекта, это лимфомы и ВИЧ, что получая клетки от пациента методом Афереза классического, мы проводим редактирование генома, встраиваем им вот этот вот ген невосприимчивость и после химиотерапии эти клетки инфузируем, решая таким образом сразу две проблемы. Первая проблема это борьба с злокачественной опухолью, вторая проблема это борьба с вирусом иммунодефицита человека. Но вот это просто такая активно обсуждаемая модель, потому что она и научно интересна, то есть есть как бы у человека абсолютные показания к трансплантации костного мозга, потому что у него есть агрессивная опухоль, а мы знаем, что лимфомы у пациентов инфицированных вирусов самому дефициту человека минус 20 секунд, они агрессивно протекают, поэтому если нам удастся одной технологии справиться с двумя проблемами, это будет очень здорово. Традиционно всех приглашаю на белые ночи. Спасибо за внимание. Продолжение следует...